Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Субтитры создавал DimaTorzok На дворе 7 утра. Все мои ещё спят. А у меня сегодня первая тренировка. Сейчас хочу поплавать. Часик. И после этого поеду на велике. Пройду где-то километров сорок. Вот такие планы. И так далее. Очень холодная вода. Я вообще не люблю холодную воду. Надо привыкать. Все. Начинаем. Начинаем плавать. 7 утра. Холодный вод. За что? 20 минут. Отправил в режиме кроли. Устал. Ну, очень хорошо. Сейчас на велосипед. И 40 километров на велике. И потом на завтрак. Погнали дальше. Друзья, послушайте, какая красота. Птички поют. Блин, вообще прелесть. Выехал прокатиться на велосипеде. А тут смотрите, какие красивые. Не знаю, что это уточки или не уточки какие-то. Друзья, я отказал свои 40 километров. А здесь такой замечательный стадион. Смотрите, с птичками, которые вот там вот мирно пасутся. Девочка бегает. Видно, что на спорте. В общем, очень круто, конечно. Вот вам откуда и берутся спортивные люди. Если все создано для спорта, то спортом прям хочется заниматься. А когда ничего не создано, то, конечно, желания большого и нет. Во всех, практически в самых-самых-самых дорогих, которых только есть, отелях, никто не селит за завтрак. Конечно, сейчас на выходе мы заплатим за завтраки, но можно было спокойно заехать и позавтракать. Никто бы ничего, ни слова не сказал. Я даже не знаю, мне нужно отойти для того, чтобы взять вилку, но я боюсь, что пока я уйду туда, вот эта чайка съест весь мой завтрак. Жуба завтракала. На дворе 9 часов утра. Разбудил своих любимых девчонок. Есть, поздоровайся. И пальцы не жуй, не подавай дурной пример зрителям. Влад, доброе утро. Сейчас идем завтракать. Я иду завтракать второй раз. Спортсменам так можно. И отправимся, покажу девчонкам, флору и фауну местную. Все, что я здесь на велосипеде увидел, пойдем покажу им. Очень нравится, так же тем, что здесь вообще все. Деятельность участок поджать с него лосокой для жены и сцены. Вот так выглядит номер путешественника. То есть теперь, когда мы путешествуем с коляской, вернее, когда мы путешествуем с ребенком, у нас теперь еще и коляская. У нас здесь куча разных у вас става отдельного, которая принадлежит Еси. И вот так вот дочьа спит. У нее тут отдельный свой уголок. В общем, все круто. Сейчас собираемся идти на улицу. Да, очень хорошо. В общем, мы помылись все, покушали, потренировались, хорошо отдохнули, набрались сил. Доченьке сейчас так на солнышко, чтобы она загорала. Ножки так, и это в теньке. Вот, и едем дальше. Ах, какие тепленькие, прикольно. А там, смотрите, маленькие утятки. Как и обещал, притащил сюда Владу с малявочкой. Вот, ну тут, конечно, очень круто. Стадион отличный. Покрытие хорошее. Трава везде покошена. Все, блин, ну вот, вот почему в Европе все для людей, а у нас в России вообще для чиновников. Смотрите, друзья, вот так выглядит среднестатистический двор в Финляндии. То есть домики, парковка, песочница, да, горочка. Там что-то для дворника. Да, у них всегда вот такие какие-то есть асфальтированные штуки. Камни они очень любят, естественную такую вот штуку, дрюку. Ну и, собственно, все равно, все очень интегрировано в природу. То есть, видите, здесь так присыпано деревья, камешки. Тут вот какой-то валун гигантский. Опять там, то есть, это очень такая деликатная интеграция в природу. И тем самым, поэтому здесь зайцы бегают, еще куча всего. Вот мы, да, мы в поисках зайцев. Зайцы! И, кстати, вот смотрите, тут тоже есть такая тема, что они также сушат белье, как и у нас в России. Mother Russia. Давай дойдем посмотреть. Я хочу посмотреть, где зайцы. Смотрите, это настоящие камни, это не асфальт, просто камни. Вот. Нет, зайцы? Ты расстроен? Пошли обратно. Ребят, смотрите, какая индустриальная тема. Просто какие-то заводы, все такое кирпичное. И не такие суровые и унылые заводы, как у нас, а все равно все сделано как-то так вот, ну не знаю, по-человечески что ли. Вообще, на самом деле, мы так для себя отметили, что Финляндия нам очень сильно понравилась. Вот. И до этого Северная Финляндия и район Хельсинки, здесь и сам город Хельсинки, конечно, все очень круто. Влад заметил, что это как в GTA. И реально чем-то похоже. Лысый чувак с развивающимися волосами и чувак в шляпе на очень-очень старой винтажной машине. Красавчики, конечно. Просто вообще красавчики. О, да. Так вот, идешь просто по городу. Тут отдельные велодорожки, отдельные для прогулок, для пробежек и отдельные в две полосы для бегунов. И народу огромное количество. Просто пока мы остановились, да, и вот смотрите, кто-то даже на инвалидной коляске катается. То есть и эта вся дорога идет по кругу, абсолютно удобная. Тут на ней катаешься, нет машин, ровный асфальт, можно ехать быстро. Вот это очень хорошо, согласись? Да, да, да. Ну, а подгузники мы меняем прямо так вот в дороге. Куда деваться? Добрый человек пришел на лекцию к Богдану и подарил для нашей доченьки всякие пирешки. Но дочь их рано кушать, поэтому их кушаем мы. спасибо тебе, добрый человек. Так, широко открыли глаза. Почему мы так широко открыли глаза? Ооо, мы едем в тоннеле. Есть. Это страшно. А сейчас смотри. Ооо. Так, что это за свет? Ооо, да? И все, и уже не страшно. В чем проблема? Кулинг, да. Моушен, Синмакс, Моушен. Базит он, а, айф. Серик, мы выберем, сколько максимально заправится. Я думаю, что максимально на 60. У нас там 10,90. Мне полбака нужно, ну, двоечка нет. Все, побежали. На 60 евро. У нас войдет где-то примерно... А, 60 евро это, кстати, не так и вно. Получилось, что мы заправились на 60 евро, 41 литр. 41, да, с половиной литр. Ну, вот, посчитайте сами, сколько получается. Могаочек, наверное, неплохо, кстати, вообще. Знаете, на чем мы поедем? Вот на этой махине. Не-не-не, не на мне дальше. И не на Тойоте. И не на этом. Вон на том, красавец. Прошли мы такую небольшую регистрацию. То есть, большая очередь была. Я думаю, что до этого времени она была еще больше, потому что количество машин огромное. Вот, отдали... Да, вот, похожие на парковочные. Эти все машины, все вот туда, на Балтийскую принцессу. Все на этот паром. Это даже не паром, это лайнер просто с функцией парома. Вай-фай, ребята. У тебя, видишь, у каждого можно очень весен пользоваться, потому что если вай-фай не нужен, будем пользоваться вай-фай. На самом деле, я думаю, очень комфортный лайнер такой вот. Да, мы по нему погуляем обязательно, пройдем вам экскурсию. На самом деле, в первый раз на таком лайнере лично я буду ехать. Я уверен, Влада тоже есть, и тем более. Я вам больше скажу. Я даже, по-моему, на кораблях-то ни разу не пламала. В общем, мы сняли байк с крыши. И угадайте, как мы его взяли. Тогда оно удобно тебе? Да. А вот наш красавчик, Балтик-принцесс. Балтийская принцесса. Так ему нас девочка везет. Есть, что скажешь ты на пароме? Что скажешь? Темно, как-то скажет, да? У-у-у, как-то темно. И вот таким образом заезжают в машину. Все забирают свои вещи. А при парковке нас этот сапчик поджал. Велосипед, соответственно, по высоте не проходит. Теперь я его пытаюсь засунуть сюда. В этот момент доча занимает маму. Мама там на взводе. Вот. Ну, а сейчас нормально все сделаем. По красоте. В общем, мы загрузились. Заезжали здесь по высокому уровню. После этого нас вот так вот отделили. Приподняли. И туда загнали еще большие траки. Сейчас, секунду. Мы здесь находимся на четвертом этаже Си. По палубе. Вот. Четвертое. Там внизу еще. А здесь мы сейчас на пятом. Чтобы не ждать лифта, поднимемся. Потому что ждать лифта вообще не очень хочется. И я чувствую себя, как на Титанике на самом деле. То есть мы находимся в каюте. Без окошка. Без ничего. Нижняя палуба. В случае чего, как бы, конечно, нам тут эвакуироваться будет крайне тяжело. Это как настоящий русский Богдан пришел в каюту. Почувствовал себя в поезде. Сразу расчехлил еду сразу же. Сейчас начнет доставать свои курицы-гриль, яйца какие-то, роллтоны. Держи, пожалуйста, свои яйца. Если, кстати, к нам сейчас что-то придет, то это будет не очень. А если мы и так вот будем троем, то это будет очень круто. Сейчас пойдем, скоро погуляем по палубе, покажем вам все, как, чего тут, где, что есть. Ну, вот как Богдан уже правильно сказал, что очень похоже на атомный ледокол. То есть вся инфраструктура есть. Там магазины, кафешки, что-то там еще наверняка можно посмотреть. Наверняка сувениры еще какие-то продают. По дизайну очень похоже на атомный ледокол. Короче, скоро пойдем гулять, все покажем. Ну что, Влад, расскажи, что ты думаешь? Очень быстро идет, смотри. Смотри, по сравнению с этим, смотри, как быстро идет. Идет быстро и красиво. Давай я покатывайся. Да, лкачков нет. Пока мы здесь фотографируемся, там афроамериканские девушки устроили жесткое тусе. Достали колонку, взяли винишко, сигареты и такие вот вообще просто на лайте слушают какую-то такую музычку. В общем, на парольме здесь есть. Вот там так сверху, где все закупаются всякими безакцизными товарами. Вот сейчас мы находимся в магазине подарков и сувениров. Может быть, сейчас что-нибудь приобретем. Так что тут есть ресторанчики. Короче, здесь есть все. Сразу видно, кто девочка, кто мальчик. Я взяла Багиру для Еси. А Богдан, ты что взял? А Богдан все грезит, а Алюки Скайуокер. В общем, тут всякое партнерие. На острове все есть. Так ощущается, что мы просто в аэропорту ждем свой рейс, да? Куда-то. А здесь что? Здесь можно сфотографировать? Здесь здесь пират. Здесь здесь пират? Да, какие-то фотосессии. Вы что, офигели? Ты как батя? Вы что тут устроили? Что вы устроили? Вы большой Богдан и маленький Богдан. Вы что, офигели, скажи, а? Всем привет. У нас на дворе сейчас 6 утра. Мы проснулись и через 15 минут мы пребываем в Стокгольм. На самом деле вполне комфортно. Напомню, что этот паром нам обошелся, по-моему, порядка 7 тысяч рублей. С машиной. В принципе, взяли мы его как, наверное, альтернативу гостинице. Потому что примерно столько же стоит гостиница в Финляндии, в Хельсинки, в Туркум и в Стокгольме. Поэтому мы специально взяли ночной паром для того, чтобы и переплыть, и сразу же в нём переночевать. И, в принципе, это у нас получилось и очень даже хорошо. Поэтому, если будете где-то переходить, будет у вас маршрут с паромом, то берите ночной паром. Это удобнее и сэкономит ваши средства. За 30 минут до прибытия открывают доступ к автомобилям. Поэтому Влада сейчас будет одевать Есю. Я в этот момент отнесу сумки. Первую партию уже отнёс. И достану сразу велосипед из салона. Может, сидеть им там будет неудобно. В общем, мы уже в Стокгольме, в Швеции. Ура, ура. Вчера, 2 июля, здесь проходил стокгольмский марафон. Главное, чтобы после этого у нас не начался стокгольмский синдром. Потому что нам уже сейчас хочется шведского стола. Но я уж молчу про шведскую семью. Мы остановились в таком месте. А тут посмотрите, какая красота. Просто какой-то, не знаю, что-то. Либо музей, либо ещё что-то. Либо, может быть. Ну, в общем, мы, я как понимаю, наверное, в старом городе. Вот, сейчас пойдём прогуляемся. Всё ещё спит. На дворе у нас сколько времени, если быть точным? 7 утра, воскресенье. Думаю, сегодня всё не раньше 10, наверное, откроется. Но, в любом случае, сейчас пойдём прогуляемся. Всё закрыто. Ни одно кафе не работает. Вот, на пароме поспали мало. Поздно легли и рано проснулись. Не перевели ещё часы. Поэтому сейчас очень сильно нарубят спать. И пока Еси спит, мы решили тоже немножко поспать. Становились где-то на какой-то из улочек. Вот этапы. По-сельски сейчас поспим. Хотя бы часик. Вот, откроются какие-то заведения. Мы пойдём куда-нибудь сходим. Пока. Наскосение. Тишина. Распи уже. Послушайте, что там происходит. То есть, поют птички. Центр Стокгольма. Красота. Есть. Нравится тебе? Нравится? Понятно, да. Мне тоже нравится. Мы, в общем, где-то часики, наверное, потусили в машине. Немножко поспали. Сейчас проснулись и остановились вот в такой церкви. Туда почему-то все идут. Поэтому мы сейчас тоже зайдём в церковь и посмотрим, что там. Возможно, сегодня какой-то праздник или просто воскресную службу. В общем, посмотрим. Покажем вам, что там внутри. Покажем вам, что там внутри. Да, не знаю. Да, есть. Есть и пузыри попускает. Ребята, пишите в комментариях, похожи мы на шведскую семью. Я знаю точно, что Богдан очень похож на шведу, на норвежскую, вообще на скандинаву. На монгола бывает похож. На монгола, он вообще на всех похож. Но я, наверное, не очень похожа. Я не красивая, а я красивая. Как наш главный зритель скажет, что всё, тогда пойдём. Смотрите, как прикольно. По-моему, это пожарная станция. Она находится прямо в жилом доме. И всё так очень как-то культурненько. Так прикольно идти, когда в воскресенье, никого нет. Ещё люди не проснулись. Верус не проснулся. Мы приехали. У нас вот такой замечательный отель. При нём ресторанчик. Тут же и магазин. Вот. Сейчас будем заселяться. У нас заселение в 3 часа. Но мы пришли. У нас сейчас на дворе 10 утра. Мы попросили заселиться. Они сказали, да, окей, ваш номер уже свободен. Сейчас поменяют постельное бельё. И мы вас засели. Вот вам, пожалуйста, такой европейский подход. Хотя я думал, что наоборот, нас будут морозить и говорить, что ребят, сорян, только там в 3 часа. Поэтому всё ещё круто. Влада ходила, ходила и не могла найти туалет. Я не могла найти, куда вводить код. Да, и Влада ходила. Вот куда, куда ввести код? Вы знаете, куда оказалось? Код вводится прямо на ручки. 2, 4, 1, 3. Можете зайти сюда. Кстати, такой не лайфхак, а просто делимся своими наблюдениями. Очень многие крутые отели сбрасывают цены с воскресенья на понедельник. Когда тот отель стоит 27 тысяч рублей. А мы его взяли всего что-то за 8, или за 6, или за 7. Пока мы ходили за паспортом, нас зарегистрировали уже просто по правам, но могли даже по кредитной карте. У нас, насколько я понимаю, в Украинском Львыбе, мне просили именно российский паспорт. Не хотели брать даже за гранник. Поэтому вот вам Россия, и вот вам, пожалуйста, Швеция. Слушай, вообще прикольно. Такой крутой дверь, как в английском стиле. Какой он... О-о-о! Слатан Ипрагимович. А вот она, Европа. Веселая Европа. Это идет какой-то митинг. Вот жилые районы, смотрите, очень похожи на наши пятиэтажечки. Мимо нас там мотался универсал-волю. Мы отъехали от того места уже 7 километров, и сейчас едем назад, и эта машина едет за нами. Мы все время даже сейчас установили копию, сейчас будем с нами разговаривать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok